Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о деятельности Международного Центра развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной». Это очень интересный проект. У нас в гостях был Владимир Васильевич Березовский, который директор этого проекта. И он рассказал много интересных историй, связанных с «Благодатным кольцом», с посадкой садов и с иконой, которая сейчас находится у нас в студии, которая побывала в космосе. И вот мы вдруг решили поговорить более широко, мы вдруг решили поговорить о молодежной политике этого движения, этого центра. И тогда выбор пал на нашего нынешнего гостя. У нас в гостях Иван Павлович Грива, руководитель направления молодежных проектов, или, правильнее сказать, руководитель направления молодежной политики этого центра. Здравствуйте, Иван Павлович! Спасибо большое за приглашение в вашу студию. Я напомню, что вы являетесь членом Совета молодежи народов России при Государственной Думе. Да, совершенно верно. То есть вы такой человек, который вращается в сферах молодежной политики, и поэтому нам интересна какая-то другая сторона, что ли, более православная, более интересная вот этого проекта. Расскажите вообще, как вы попали в этот проект, и как вы познакомились с Владимиром Васильевичем Березовским? Что касается моего прихода в данный проект, ну, так как я также смотрел ваши передачи с выпуском Владимира Васильевичем, который уже рассказывал о данном центре, об уникальности этого центра. И я считаю, что даже мой приход в этот центр, он тоже был уникальным. Почему уникальным? Потому что наше знакомство с Владимиром Васильевичем произошло в тот день, когда праздновали память и отдавали дань погибшим героям 6-й роти на высоте 776, буквально в этом году. И мой дядя непосредственно был участником этой 6-й роты, и он посмертно был награжден, он является героем Российской Федерации посмертно и был участником. То есть он служил в этой роте, был участником событий? Совершенно верно. И там и погиб? Да, и там погиб непосредственно. Это на мне как-то оставило определенный след, и я начал искать свою какую-то принадлежность вообще на этой земле, для чего мы сюда приходим, вообще для чего мы рождаемся, и что мы после себя должны оставить, чтобы о нас помнили. И как-то раз, вот, соответственно, мы познакомились с Владимиром Васильевичем, он рассказал о своем проекте, я очень в нем заинтересовался, и в дальнейшем у нас получилось с ним совместно работать. И спасибо за доверие с его стороны, он мне предложил заниматься линией молодежной политики в рамках данного центра, и, соответственно, вот таким образом я оказался в этом уникальном проекте. Ну, вот видите, называется это все святые лавры Руси православной. Это связано с уникальными совершенно центрами духовности России. Пять лавр. Да. Как это интересно современной молодежи? Как ее приблизить к этому? Ведь об этом в школах-то особенно не преподают. Ну, для этого и существуют подобные проекты, для этого нужно развивать наше гражданское общество в правильном русле, я хочу обратить ваше внимание, его нужно развивать не как у нас в последнее время. Это очень интересно узнать от вас, что такое правильное русло. Правильное русло гражданское общество — это когда не только могут критиковать нашу власть, наше современное молодое поколение, но и пытаются что-либо сделать для власти, для своего государства и ставить после себя какой-либо след. Для того, чтобы привлечь молодежь в данный проект, в первую очередь нужно им объяснить, для чего создается данный проект, для чего создается это, вообще как появилась эта идея, в какой смысл заложен. И когда человек сам сможет переосознать это, вот тогда он самостоятельно сможет прийти. Я считаю то, что с позиции молодежи мы не должны сюда приводить молодежь насильными какими-либо способами. Потому что человека, когда приведешь как-либо насильно, он из этого проекта тут же через месяц уйдет. А когда человек приходит с искренней верой в этот проект и с пониманием своей принадлежности, тогда он будет оставаться в нем очень еще долго и будет пытаться как-то себя в нем реализовать. Ну, чтобы насильно привлечь кого-то к какому-то проекту, я даже не представляю, что это отряд каких-то гвардейцев, которые говорят, ну-ка зайди-ка сюда в это заведение, выслушай лекцию. Это, конечно же, сложно, но вот смотрите, святые лавры Руси православные. Вот икона, изображены на ней старцы святые. Как они привлекают? Что такого есть в этом, что может привлечь молодого современного человека, который озабочен своей карьерой, который думает об эффективном менеджменте, о том, как сдать ЕГЭ и поступить в университет на бюджетку, о том, чтобы как бы продолжить свое образование, а в то ему говорят, а вот икона, она была в космосе, да, она глубоко символична, она говорит о духовности России, познай это, познай. Что отвечает молодой человек, как правило? Много ли таких, которые можно вовлечь в подобного рода движение? Конечно, стоит признать, что в современном обществе мало молодежи вообще, которая, на мой взгляд, интересуется даже религией, понятие религии и верой в Бога искренне. Поэтому, что касается непосредственно этих старцев, о которых вы сказали, я считаю, самый большой смысл заложен в их тех наставлениях, которые они в течение своей жизни пытались донести до общества. Потому что в этих наставлениях есть очень большой внутренний стержень, который и держит наши государства, наши народы, сохраняют мир, любовь в нашей общей, я так можно, если можно так выразиться, в общей семье нашего государства. И именно это нужно доносить, что показывать их опыт и к чему приводили их слова, как они могли сохранять мир, к чему доводили, когда вот даже была межнациональная рознь, участие этих людей приводило потом к миру. Когда люди начнут это осознавать, в том числе и молодежь, они, соответственно, сами будут в этом заинтересованы. В нашем проекте также планируются очень интересные, также паломнические, туристические маршруты между Лаврами. И Владимир Васильевич, я уверен, об этом неоднократно рассказывал, что планируется даже, быть может, запускать поезд и так далее, чтобы люди могли за один раз, соответственно, пройти вот по этому... Вот это зверски, мне кажется, интересно. Да, благодатному кольцу, это будет очень интересно. Молодые люди с удовольствием в этом будут участвовать. Абсолютно верно. И когда они будут находиться среди тех людей, вот даже если вдуматься, во время путешествия в том же поезде, они побывали в одной лавре, кто-то рассказывает о каких-то своих историях, приводят примеры, люди это впитывают. Соответственно, там, где 10 человек, появляется 100, 1000, и нас, соответственно, с каждым днем будет становиться все больше и больше. Поэтому по каждой крупинке получаются большие результаты, к чему мы должны стремиться. А крестный ход с перелетом на воздушном шаре, это же просто... Да. Я, к сожалению, не смог поприсутствовать в этот период, но надеюсь, что можно будет еще один раз, и не раз организовать подобные вещи, и, конечно же, тоже поучаствовать. Вы говорили о своей школе, о том, что вы там что-то сажали, и Владимир Васильевич вас одобрил. Расскажите эту историю. Я также приехал из Донбасса, из Луганской народной республики, из города Червонопартизанск, это город Свердловск. И когда я закончил свою школу... Сейчас этот город на какой территории? На территории Луганской народной республики, находится непосредственно. Я закончил там школу, и у меня появилось такое желание после себя оставить какой-то след в этой школе, именно благодатный след. И у меня возникло желание посадить там непосредственно сад памяти и славы. Также поставить... Оставить закладной камень на территории школы, для того, чтобы в последующем те выпускники и школьники, которые будут учиться там, приходя в школу, они будут видеть этот непосредственно сад, видеть этот камень и смогут сразу вспоминать, для чего это всё делается, ради чего делается. Даже это не ради какого-то личного имени, чтобы обо мне помнили. Нет, просто хочется донести до молодёжи, что есть наиболее высшие ценности, о которых нужно задумываться. Потому что нужно создавать связь между поколениями и давать молодёжи понимание того, что только от них всё в этом мире зависит. Мир, благополучие. И, к сожалению, увидев военные действия также на Донбассе, на мой взгляд, именно те люди с той территории, они смогут, мне так кажется, больше понять ценность жизни, любви и уважения друг к другу. И та сплочённость, которая сформировалась на нашей территории, я думаю, её можно и передавать в другие государства, страны, города, чтобы подобного не повторялось. И хотелось бы таким способом донести даже до общественности, что эта территория служит не только врагом, как её преподносят, но и в том числе тем местом, где живут искренне любящие свою родину люди. Ну вот вы такой человек, вы так решили помочь своей школе или оставить там след. Замечательный след, кстати. Можно было покрасить стены, можно было вставить стёкла в окна, а можно было посадить в сад. Сад дольше проживёт, кстати, такой более долгосрочный проект. Ну вот вы такой. Откуда берутся другие? И ведёте ли вы какую-то статистику в вашем центре, святые лавры Руси православной, о количестве тех людей, которые являются вашими соратниками, союзниками, коллегами, а может быть, соработниками, как таковой статистики нет. Каждого человека мы не фиксируем, кто приходит в проект. Ведь о проекте могут узнавать. Ведь не зря создаются подобные передачи и через интернет, через YouTube. И люди автоматически, они искренне просто уже в этом проекте находятся. Если они даже слышат наши идеи, смысл наших проектов, и творят, создают какие-то благотворительные свои проекты, по сути, они уже в рамках нашей большой системы идут. Поэтому сложно создать какую-то конкретную статистику. Но, в общем, это, конечно же, почёт по отношению к тому, те, какие общественные организации нас поддерживают. У них есть своя аудитория. Они доносят наши идеи, суть нашего проекта. И, соответственно, конечно же, мы в одном ключе работаем и добиваемся подобных успехов в рамках данного проекта. Ну, например, если засмотреть или заслушать отчёт какой-нибудь организации о её молодёжном секторе, обычно пишут, проведено столько-то мероприятий, выпущено столько-то газет, или выпускается молодёжный журнал, интернет-журнал, или, например, были какие-то походы вместе совершены, или какие-то мероприятия, или дискуссии, или создан какой-то молодёжный клуб. Что вы можете предъявить из интересного, что молодёжного происходило в вашем направлении? Ну, даже если вслушаться в суть вашего вопроса, вы сделали, по большей части, на мой взгляд, акцент на такую некую статистику. Мы в нашем проекте не ориентируемся на количество, мы ориентируемся на результат и на то, что мы можем получить, как бы сказать, на выходе. Поэтому, что касается уникальности среди тех молодёжных проектов, которые планируется запускать в рамках данного центра, это будет зависеть от самой молодёжи. Так как я в проекте нахожусь недавно, я об этом в начале нашей передачи уже упоминал, то, что я недавно пришёл в данный проект и начал заниматься направлением молодёжной политики. В перспективе я рассматриваю, что когда у нас будет проходить консолидация молодёжи, мы будем доносить им вот суть нашего внутреннего стержня этого проекта, а на основе этого они уже смогут создавать свои благотворительные проекты в том или ином городе. И если задуматься, даже любой малейший проект, он может привести к изменению большой сферы в обществе, в том или ином городе или в селе даже. И это будет позволять доносить главную ценность, которую мы несём, вот единой линией, красной линией в рамках данного центра. Вот иногда создаются проекты, которые связаны с увеличениями самого организатора. Ну, например, если бы вы были кинорежиссёром, вы бы создали, например, конкурс или фестиваль, или, например, запустили бы идею короткометражного молодёжного кино, связанного с тематикой «Святые лавры Руси православной». Крайне интересно. Вот эта двухпятиминутка, которая рассказывала об полёте иконы в космосе, уже сама по себе является неким фильмом, который представляет колоссальный интерес. Если бы вы были литератором, вы придумали какой-то литературный корпус, если бы вы были художником какой-то художественной, что ближе вам, как человеку, если бы вам сказали, вот у вас есть возможности, организуйте молодёжную деятельность так, чтобы это было интересно? Во-первых, я бы проанализировал всю молодёжь, ведь мы знаем, что молодёжь интересуется в разных сферах деятельности, не только, как вы привели пример, наука, кино, музыка. Или искусство. Или искусство, да. Я бы по всем сферам хотел бы, конечно же, пройтись. У меня было бы желание, чтобы сняли полноценный, красивый фильм про данную икону и, может быть, даже показали в кинотеатрах. Не те фильмы, которые приводят к деградации, можно даже сказать, общества, и те либеральные ценности, которые навязываются, на мой взгляд, со стороны Запада, они приводят только к разобщению нашего общества, а не к консолидации и к единству. Ведь последние события, это прекрасно нам демонстрирует, даже тот же пример по линии Донбасса. Также я хотел бы запустить какие-либо спортивные мероприятия, так как в здоровом духе, в здоровом, точнее, теле здоровый дух. Там, где будет здоровый дух, конечно же, будет здоровое общество. А здоровое общество — это не только физически, но и умственно. Мы должны в первую очередь доносить до разума человека, для чего всё это делается. Тут же, конечно же, нужно... Я бы хотел, чтобы мы сделали некие какие-то учебные пособия, которые можно было бы распространить по учебным заведениям, в школы, но в первую очередь нужно сконцентрироваться на детских садах. Потому что, на мой взгляд, формирование личности, оно уже приходит на время садика, как бы там ни говорить. Потому что последние тренды, если выразиться молодёжным языком, и тот же взять TikTok, последние социальные сети, которые очень популярны, мы можем заметить, что непонятно, какие видео набирают миллионные просмотры, а прекрасные, очень шикарные проекты смотрят по тысячу, по пять тысяч человек. И всё. Поэтому, в первую очередь, тут бы хотелось, чтобы руководство самих этих социальных сетей были заинтересованы в продвижении подобных проектов. И здесь есть большая проблема. Именно в этом и заключается. Какие бы ты видео не выставлял на тот же YouTube и так далее, мы можем заметить, что даже на нашем ролике не так много просмотров, как, я не знаю, бои там показывают, бессмысленные и так далее, где-то миллионные просмотры. Вот хотелось бы, чтобы руководство подобных социальных сетей тоже заметило, к чему это может привести. Так как я уверен, что каждое государство заботится об общем мире на этой земле. И вот всё-таки, Иван Павлович, вот вы сталкиваетесь с молодыми людьми, которые, например, проходят мимо или приостанавливаются и внимательно вглядываются в работу центра «Святые лавры России православной». По вашему ощущению, почему современная молодёжь не так активно двигается в сторону церкви? Или был период, когда она двигалась, и вдруг что-то изменилось? Чувствуете ли вы какие-то перемены? Или всё-таки у вас есть вера и надежда в то, что молодёжь и церковь — это в каком-то ближайшем будущем воссоединятся? Ну, если смотреть, опять же, правде в глаза и взять тот же исторический период, мы видели, что в связи с разными событиями у нас порой запрещалась религиозная деятельность, и вообще люди порой не ходили в церкви, они закрывались. Потом вот на данный момент у нас с помощью нашего президента Владимира Владимировича Путина идёт восстановление этой исторической всё-таки правды, на мой взгляд, и восстановление веры в Бога, и закрепление... Ну, будем честными, ещё до Владимира Владимировича Путина началось восстановление ещё на рубеже 80-90-х годов, когда начали открываться массовые монастыри, открывались храмы и так далее. Но он этот завершил и как бы окончательно подвёл итог, на мой взгляд. Дай Бог, ещё не завершил, потому что всё ещё, мне кажется, лучше и впереди. Ну да, хорошо. И что касается молодёжи, мне кажется, весь вопрос стоит в том, что люди стыдятся показать причастность к вере, к Богу. А на мой взгляд, это самый большой грех среди молодёжи. То есть это не модно, да? Да, это не модно, это просто не есть тренд сейчас в современном обществе. А я вот как-то летел в самолёте со своей сестрой, она мне одну интересную вещь сказала. Говорит, вот знаешь, Ваня, я сейчас задумывался, тут полон людей, я уверен, сидит неверующих. Но когда самолёт падает, атеистов нет. Вот такая есть шутка. Но она правду... Молятся все. Да, молятся все. Суть рассказывает правду в глаза о том, что так же и среди молодёжи. Если какая-то беда, люди сразу начинают молиться, верить. А когда всё хорошо, о Боге забывают. Соответственно, так же вот я по своему университету могу привести. У меня есть одна знакомая, однокурсница, которая не верила никогда в Бога. И она как-то один раз на экзамене забыла, ей дали вопрос, она просто не знала, что ответить. И она настолько, говорит, искренне, вот в душе как-то... Даже она не могла это объяснить словами передать. Помолилась, да? Да, помолилась. И она говорит, я когда подошла к преподавателю, так получилось, что он вышел, и у меня появилась возможность, дали возможность взять другой билет. И как раз это был тот билет, который я выучила очень шикарно. Вот ведь в этом есть какая-то суть, и заключается основная дилемма, почему молодёжь не заинтересована. Потому что это не трендово. Если бы у нас в государстве это больше бы продвигалось и доносилось до молодёжи, для чего это всё делается, к чему это может привести. Не почему вера — это модно, а почему вера — это важно для души, для того, чтобы сохранить наше общество в здравии, в единстве, без войны, в мире и согласии. Вот именно для этого. Может, у нас есть такой коротенький совет или парочку советов, чтобы людям вашего поколения или более молодым посоветовали бы в связи с вашей деятельностью? Да, я советую каждому молодому человеку задуматься о своей сущности. И для чего вот каждый человек приходит на эту землю, о чём я говорил в начале нашей передачи. Когда человек это сможет осознать, почувствовать свою ценность, и ценность для этой земли, для этого мира, тогда ему будет даже приятно для самого себя жить. Вот я хочу, чтобы каждый меня в этом услышал. Думаем о смысле жизни. Да. Хорошо, спасибо. Этими словами мы завершаем нашу следующую программу. У нас в гостях был Иван Павлович Грива. Он является руководителем молодёжного направления деятельности Международного центра развития социально значимых проектов «Святые лавры Руси православной». У нас вот здесь икона в студии, которая побывала в космосе. Мы говорили с Владимиром Васильевичем Березовским две передачи подряд на эту тему. И вот сейчас говорили о молодёжном направлении. Спасибо. Это интересно. Дай Бог, чтобы кто-нибудь нас услышал. Даже если один услышит, уже хорошо. Да. Вам тоже большое спасибо. Надеюсь, ещё не раз появлюсь в данной студии. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok